Добрый день, уважаемые коллеги! Большое спасибо за возможность присутствовать здесь. И когда мы говорим о проблеме меланомы кожи и слизистых оболочек, надо понимать, что это очень обширная история. Поэтому, с вашего позволения, хотелось бы сегодня, воспользовавшись тем, что это Замира Ахмедова меня пригласила, спасибо вам большое, Несколько сосредоточиться на проблемах локализации головы и шеи, так как это достаточно частая локализация меланцитарных поражений, ну и злокачественной меланомы в том числе. Если мы обратимся к современным текущим представлениям о патогенезе заболевания, то обнаружим, что, по сути, это не одно единое некоторое поражение, а целая группа заболеваний с разными проявлениями, с разным прогнозом, с разными подходами к терапии в том числе, в которых роль повреждающего фактора солнечного поражения, как уже Анна Александровна говорила сегодня, в разной степени выражена. Если мы говорим о поражении кожи, головы и шеи, то, как мы понимаем, эти участки очень часто подвержены воздействию солнечных лучей, что запускает большое количество поломок всевозможных молекулярно-генетических событий. И, как мы знаем, меланома – это та опухоль, в которой количество мутаций самое большое по сравнению с другими опухолями других локализаций. Для головы и шеи в первую очередь мы говорим о злокачественной лентигомеланоме, как, наверное, с самой богатой мутациями меланомии из всех изученных на данный момент, и десмопластической меланомии. Для меланом слизистых оболочек, по крайней мере, известного, доказанного влияния ультрафиолетового облучения, на данный момент не найдено. И вопросы о патогенезе этих поражений, они пока еще ведутся, и, в общем, тут есть большой простор для научных изысканий. Когда мы говорим о коже и рассматриваем те события мутационные, которые были вызваны ультрафиолетовым поражением, и ищем потенциальную точку приложения каких-то лекарственных молекул, естественно, в первую очередь обращают внимание то, что для всех меланом кожи в той или иной степени характерна BRAF-мутация, как наиболее частая мутация. В отличие, например, от меланом слизистых оболочек, о чем мы поговорим чуть-чуть позже. Белок BRAF, который потенциально способен запускать сигнальный путь мапкиназный, является продуктом протонкогена BRAF одноименного. И непосредственно для меланом кожи вот эта активирующая мутация является первичным звеном патогенеза и запускается непосредственно под влиянием ультрафиолетового облучения. Мы знаем, что не только для опухолей кожи, но и, например, для папиллярной карциномы щитовидной железы эта мутация характерна, и не только для этих локализаций. В целом можно сказать, что наиболее частая мутация BRAF – это кадон ВИ-600И. И если обратиться уже непосредственно к меланомам кожи, то это около 90% случаев мы эту мутацию можем обнаружить. Если уже вернуться непосредственно к гистологии и поговорить о тех поражениях, которые мы чаще всего встречаем на коже, головы и шее, то, конечно же, нельзя обойти стороной лентигамеланому. Для этого образования характерна наибольшее гистологически выявляемая степень кумулятивного солнечного повреждения. Чуть позже я продемонстрирую картинку. На самом деле перепутать ни с чем такую степень повреждения дермы невозможно. Она узнаваемая. И проблем в диагностике. Собственно, вот этот вид меланомы практически не приносит, за исключением возможной дифференциальной диагностики с ин-ситу образованиями и диспластическими неусами с высокой степенью дисплазии. Мы, как я уже сказала, мы видим солярный ластоз выраженный в дерме, видим атрофию дермы, эпидермиса истончения, сглаживания сосочков. И вот это критерии Всемирной организации здравоохранения, которые мы используем для своей диагностики. Я, пожалуй, наверное, на картинке продемонстрирую. Вот мы видим фрагмент кожи с атрофичным эпидермисом, с выраженнейшим, я бы сказала, солярным повреждением дермы. К слову сказать, когда постоянно смотришь кожу, то по такой картинке очевидно, что человек, к сожалению, не пользовался солнцезащитными средствами, любил загорать, возможно. И надо сказать, что вот эти повреждения дермы, они необратимы. То есть разрушение волокон, его уже, к сожалению, никак не повернуть вспять. И это такой косвенный признак большого количества накопленных мутаций. И, собственно, вот на таком фоне могут появляться не только меланцитарные образования, но и опухоли из кератиноцитов, такие как плоскоклеточные карциномы. И базально-клеточный рак. В данном случае... Работает вот этот... Работает? А я почему-то не вижу. А, вижу, вижу. Ну вот смотрите, мы видим атрофичный эпидермис со сглаженными сосочками. Видим пролиферацию атипичных клеток. Часто они расположены поодиночке, но местами организуются вот в такие вот гнезда. И в правом углу слайда мы видим уже инвазивный компонент. Собственно, несмотря на то, что образование тонкое, эта меланома уже инвазивная. То есть, как минимум, толщина губинаточной инвазии по Кларку-2. Меланома – это Т1А, скорее всего. Я не могу сказать толщину, но очевидно, что она меньше примерно 0,2 мм, я думаю. Ну, в общем, суть такая, что несмотря на отсутствие какой-то впечатляющей картинки, это образование было иссечено достаточно вовремя. Здесь уже есть инвазивная меланома. Десмопластическая меланома – это еще одно нозологическое образование, которое часто бывает локализовано на коже головы и шеи. Пожалуй, наверное, я сначала покажу гистологический слайд, чтобы вы могли оценить, как иногда бывает затруднена диагностика. Часто такие образования могут быть беспигментными. И часто, как вот в данном случае, опухолевые клетки могут становиться веретиновидными. То есть мы не видим такой характерной картины меланцитарного образования злокачественного. И если образование было взято поверхностно, то есть если бы использовался не экстазионная биопсия, а шеи в биоптат, скажем, вот так прошел бы срез скальпеля, то получается мы видим, что в эпидермисе нет очевидной пролиферации меланцитарной. То, что находится в дерме, может увести диагноз-то в сторону заболеваний фиброгистецитарного ряда, таких как дерматофиброма, либо может имитировать доброкачественную опухоль из нейрального происхождения. К сожалению, я не знаю, как назад вернуть слайд. Самый нижний? Ну так вот, и если вернуться к диагностическим критериям, нужно помнить о том, что некоторые меланцитарные антитела, к сожалению, в десамопластической меланомии не экспрессируются. Такие как HMB-45, мелан-А и терозиназа. И поэтому, если патолог использует только одно из этих трёх, либо же не использует какое-то дополнительное СОКС-10 или СОКС-100, природа меланцитарная злокачественного поражения может не быть очевидной. Хотелось бы ещё раз проговорить критерии. Мы можем увидеть веленциновидные клетки в плотной коллагеновой строме. Мы ожидаем, что одно из меланцитарных антител может быть негативным, поэтому мы должны использовать дополнительные. И часто мы видим ассоциированный с солярной эластоз, но не всегда в дерме. При более продвинутых стадиях образования, конечно, мы можем увидеть и выраженную методическую активность, и выраженный опухолеинфильтрирующий лимфоидный инфильтрат, что всегда наводит на мысли о злокачественном поражении, и нейротропизм. Но в целом, действительно, морфологическая картина не самая характерная для меланцитарного образования, поэтому мы должны всегда в каких-то не очевидных случаях, когда вы не можете достоверно диагностировать фиброгистеоцитарный ряд образования опухолей из оболочек периферических нервов и меланцитарное образование, нужно помнить про десмопластическую меланому, хоть она и не часто встречается, но тем не менее. Вот еще раз она. Когда мы говорим о меланомах слизистых оболочек, поражение головы и шеи одно из самых частых, до 55%. И, несмотря на то, что само по себе образование достаточно редкое, по данным американцев, в прошлом году у них вообще всех слизистых оболочек меланом было 1200 нововыявленных случаев, то есть это редкость. Плюс не всегда эти образования доступны для осмотра, так как это возможно для образования кожи. Особенно если речь идет о поражениях пазух, либо это первичное поражение пищевода, например, это не всегда легко. Для головы и шеи, в первую очередь, большая часть образований составляет собой перегородка носа, синоназальные пазухи, и на втором месте находится образование полости рта, что более, ну вот эта локализация более доступна осмотру, и потенциально, если о ней помнить, наверное, больше способна быть выявленной. Как мы понимаем, пациенты чаще всего это пожилые люди. По некоторым исследованиям чаще все-таки поражения бывают у женщин, но в целом такой общепринятый концепт... Нет этиологического фактора, который бы убедительно доказывал взаимосвязь его с возникновением меланомы. Однако для поражения полости рта есть работа, которая показывает, что меланоз, предсуществующий, который в свою очередь может быть связан с употреблением, с курением, может быть предрасполагающим фактором для развития меланомы слизистой оболочки полости рта. Надо сказать, что если сравнивать мутационную нагрузку для меланомы кожи и меланомы слизистых, то у последних в разы меньше мутаций, и, собственно, молекулярно-генетические события, которые запускают патогенез, они отличаются. Естественно, мы не увидим для таких образований так называемой ультрафиолетовой сигнатуры, то есть набора мутаций, которые мы видим в меланоме кожи, особенно меланоме, подвергающейся выраженному солярному повреждению, таким, как, например, лентига меланома, о которой мы сегодня говорили. В данном случае одной из драйверных мутаций будет мутация рецептора терозинкиназа КИД, мутация гена нейрофиброма-1, что, в свою очередь, опосредованно также может вызвать мутацию в гене Бераф, но, как правило, это не кодон вишесод, и это уже другие локации. Если говорить о гистологии, то она может быть совершенно разнообразной. И если вы посмотрите на левый слайд, то здесь опухоль состоит из некрупных, относительно мономорфных круглых клеток, что, соответственно, заставляет диагностировать такую меланому. Здесь только синоназальные меланомы представлены с другими опухолями, которые могут появиться в этой локализации. Также меланома может быть веретеновидной, имитировать саркому. В ней может быть пигмент, но чаще всего мы можем его и не увидеть. И вот это потенциальные сложности для диагностики меланстарных поражений, слизистых оболочек, в частности головы и шеи. Поскольку само заболевание достаточно редкое, мы, тем не менее, должны помнить о нем и включать его в дифференциальный диагностический ряд и исключать при помощи иммунодагистохимического исследования. Хотелось бы остановиться на таком моменте, как признак наличия вовлечения эпителия, потому что часто его может не быть. И, соответственно, в таких случаях мы должны помнить о том, что это может быть и вторичное поражение, метастатическое поражение из наиболее частого возникающего поражения, поражения кожи. на данный момент работы по поиску каких-то точек приложения для лекарственных молекул, для меланом слизистых оболочек ведутся. В целом, конечно, к сожалению, прогноз у таких пациентов существенно хуже, и в силу того, что эта опухоль не так способна формировать вокруг себя опухоли инфильтрирующих лимфоциты, и в целом микроокружение опухоли отличается от такового для кожных меланом, и результаты терапии иммунотерапии не такие воодушевляющие, как для пациентов с меланомой кожи, но тем не менее и для этого достаточно редкого заболевания так или иначе ведутся исследования, которые позволят, я надеюсь, в дальнейшем улучшить прогноз и качество жизни этих пациентов. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!